Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финнам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, и, как всегда в это время, мы посмотрим на финансовые рынки. Что там происходит? Очень интересно. Тема сегодняшнего эфира – рынок акций. Каких сюрпризов ждать в августе? Я бы так сказал, у нас в какой-то степени праздничная будет сегодня программа, мы будем говорить о сюрпризах. Хотя я все-таки думаю, что не всегда приятными бывают сюрпризы. На первый взгляд, конечно, упоминание сюрпризов сразу вызывает в воспоминаниях Деда Мороза рождественскую елку. Но, к сожалению, как показывает практика, не всегда все так хорошо. Ну да ладно. Итак, прежде всего я представлю своих гостей. Сегодня в студии «Сухого остатка» Григорий Бирк, аналитик «Инвест-кафе». Добрый день, Григорий. Здравствуйте. И в студии Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента, управляющий компанией «Русский стандарт». Добрый день, Сергей. Добрый день. Уважаемые слушатели, я напомню и вам. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте вопросы, ну и, собственно, о сюрпризах тоже можете с нами сегодня поговорить. И, начиная эфир, как всегда, мы смотрим, что происходит на финансовых рынках. Сегодня они, как, не могу сказать, как никогда, но как долго, по крайней мере, до этого не выглядели единонаправленными. Такая у них какая-то сегодня равная динамика у всех. Начиная с американцев вчерашних, они закрылись отрицательно. Впервые за несколько торговых сессий 3 десяток потерял S&P 500 и 1 десятую Dow Jones. Азиатская сессия прибавила пессимизма, полтора, простите, чуть больше процента Nikkei просел и полпроцента Shanghai Composite. Далее Европа сегодня в лице FTSE 100 теряет процент, наши не отстают. Минус 1,2% РТС, минус полпроцента МВБ, рубль вновь начал снижаться и сейчас в районе 32,60. Далее смотрим на сырье, естественно, та же отрицательная динамика. Brent в минусе на полпроцента, примерно так же LightSuite, примерно так же LightSuite. Сейчас у нас есть звонок, да, Паш, вы, пожалуйста, подождите, я сейчас закончу картину маслом и тогда послушаем. Значит, золото после выхода вчера в район 1345, сегодня тоже агрессивно корректируется. Евро-доллар 1,39,95, ниже 32 фигуры. Ну и, собственно, набор голубых фишек сегодня в основном красным. Лучше рынка телекомы, в частности, МТС прибавляет почти процент, сейчас уже меньше 0,7, остальные в минусе. Что можно выделить? ГРН больше 2%, продолжают литералкалии, еще 2% в минусе, уже дешевле 190 рублей. Далее Лукоя минус 0,7, минус 0,5%, Газпром, НЛМК больше процента. Ну, в общем, видимо, все в тренде. Опять мы, да, вошли после недавней коррекции, вошли в русло нисходящего тренда. Итак, мы начинаем нашу беседу. Ну и, учитывая, что у нас есть сразу же телефонный звонок, давайте не будем томить нашего постоянного слушателя. Паш, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, Павел. Здравствуйте, Олег. Да, 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 добрый день. К вам вопросы, к вашим гостям. Хорошо. Сижу, читаю, сижу, читаю. Путин подписал закон о создании единого регулятора на базе банка России с передачей ему полномочий в федеральную службу по финансовым рынкам. Ага. Что это значит? Я понял. Платить книжку, бежать в банк, что делать, не знаю. Бежать никуда не надо, ни в коем случае. Ничего страшного. Я понял ваш вопрос. Спасибо, Павел. Спасибо за вопрос. Ну, собственно, прокомментируем сразу или чуть позже, когда к России вернемся. Григорий. Я даже не знаю, может быть, что от этого сдать? Больше регулирования в финансовом секторе. Хорошо ли это или плохо? Ну, давайте так, хорошо это или плохо. Вот Павел куда-то бежать собрался. Я думаю, никуда бежать не надо, конечно. Для обывателя, который хранит свои деньги в сберегательной кассе, я думаю, ничего страшного не произойдет. Кстати, эта новость все-таки не совсем свежая. Мы говорили некоторое время назад о создании некого мегарегулятора. Так красиво звучало, по крайней мере. Ну, и функции ФСФР сейчас будут у Центрального окрасивания. Я думаю, что для динамики котировок это вообще никакого влияния не имеет. Потому что скорее это коснется управляющих компаний, в частности, в которых я работаю. Правда, управляющие компании в ИТАУ были зарегулированы. ФСФР, поэтому, возможно, они ждут даже, что регулирование какое-то будет. Просто жестче регулировать уже некуда. Поэтому я думаю, что предстанет ничего не меняться. Но посмотрим, кто придет. Кстати, вы как управляющий компаний, как представитель, да, Сергей, представитель как раз этой структуры. Вы как отреагировали на эту новость? Ну, еще раз повторяю, она месяц назад уже, по-моему. Ну, эта новость уже полугодичной давности. Полугодичной, да, собирали. Просто сегодня это оформлено как-то законодательно. Но пока никаких изменений нет. Ждем изменения законодательства. Последуют они, последуют изменения регулированы. Я говорю, что уже жестче регулировать уже некуда. И мне кажется, наоборот, будут какие-то послабления. Ну, а это, в свою очередь, может и позитивно каким-то образом, да, на рынок оказать влияние. Он может обрадоваться. Ну, в лице, по крайней мере, его активных участников. Хорошо. Давайте тогда, собственно, начнем беседу. Каких сюрпризов ждать в августе? Вот такая банальная у нас сегодня тема. Впереди август. Я думаю, наверное, стоит даже начать, да, Григорий, с конца июля. Потому что следующая неделя, она такая на сюрпризы, на возможные сюрпризы тоже насыщена. Потому что будет и заседание Федрезерва, и ЕЦБ будет заседать. Что-то там еще будет. В общем, много всего. Итак, на твой взгляд, какие? Наверное, из таких долгосрочных сюрпризов, ну, пара месяцев, это сейчас активно обсуждается возможная смена Бена Бернанке на посту главы ФРС. Произойдет ли это, естественно, интересно в контексте политики, которую проводит Федрезерв. Данные из США выходят смешанные. То есть, как бы, с одной стороны, есть и ярко-позитивные новости, с другой стороны, как вчерашняя статистика показала, могут быть и неприятные сюрпризы. Сегодня тоже выходит статистика по безработице, наверное, будет интересно посмотреть. Потому как, если она продолжит рост, то все-таки многие люди, рассчитывающие на продолжение того, на продолжение текущей политики, может быть, расслабятся. И вот коррекция, которую мы наблюдали в США, все-таки сменится каким-то ростом опять. Коррекцию ты в вчерашнем закрытии имеешь? Да, то есть, если цели программы количественного смягчения были озвучены, безработица на уровне 7,25, сейчас где-то 7,5-7,6% находится, и инфляция около 2%, сейчас она ниже 1,8. То есть, если посмотреть чисто на эти показатели, то риска сворачиванию пока нет. Но разговоры о том, что будет какого-то рода сокращение, либо изменение в том, как Федорезерв стимулирует экономику, будут, я думаю, не безосновательно. И, в принципе, будет логично, если такое жесткое монетарное стимулирование, которое происходит в США, закончится вместе со службой Бернанки. Закончится вместе с Бернанки, да? Извините. Вот именно об этом я хотел бы два слова еще раз услышать от вас, Сереж, да? По поводу того, что, действительно, связываем ли так жестко полномочия, которые заканчиваются в начале зимой 2014 года господина Бернанки, и сменам курса. Он, конечно, апологет от этой голубиной политики, да? По сути, он и, можно сказать, родоначальник сверхмягкой денежно-кредитной политики, которая потом по всему миру разошлась как некий вирус. Так вот, от чего будет зависеть, действительно, сворачивание того, что на место Бернанки придет кто-то другой, или все-таки, действительно, это будет связано с макроэкономической статистикой, с показателями, с тем, как Америка восстанавливается? Ну, вы знаете, американский президент Барак Обама оценил деятельность Бернанки как эффективного менеджера, поэтому я думаю, что его преемником будет назначен человек, который будет проповедовать практически те же взгляды, что и Бернанки. Бернанки ясно озвучил позицию ФРС, что будет принимать решение о монетарном стимулировании, исходя из состояния экономики. Если состояние будет ухудшаться, то понятно, что властям США и президенту придется вновь опираться на помощь ФРС, потому что без монетарного стимулирования вновь вернуть на хороший показатель и безработицу, и инфляцию невозможно. Поэтому я думаю, что какой-то радикальной смены курса все-таки не будет. Действительно, экономическая ситуация, как сказал Григорий, показатели они смешаны, но мы видим четкие сигналы позитивные с рынка недвижимости. В основном политика ФРС была поддерживать рынок недвижимости, покупать ипотечные облигации. Понятно, что это дало уже результат, но это дало результаты в части безработицы, потому что сейчас на данный момент безработица ниже, чем на момент прихода Барака Амаму к власти, как президент США буквально сегодня смотрел соответствующие публикации. Но не все в порядке, конечно, со структурными какими-то дисбалансами, с госдолгом, не так все хорошо, с дефицитом бюджета. Я понял, Сереж, спасибо огромное, сейчас мы новости послушаем на Финамо ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финамо ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Григорий Бирк, аналитик Инвест Кафе и Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента управляющей компанией Русский Стандарт. Мы обсуждаем сегодня возможные сюрпризы, ну начали мы с несколько среднесрочных сюрпризов, да, ну сейчас будем смотреть под ноги практически, да. Ближайший месяц, август, вот какие сюрпризы могут случиться именно в этот печально, я бы сказал, известный, да, традиционный месяц для российской, по крайней мере, действительности, мы об этом тоже говорили уже, какие-то сюрпризы всегда негативные возникают. Есть ли смысл их ждать? Я напомню еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Итак, возвращаясь к теме, которую мы только что обсуждали, давайте еще раз подчеркну, если и говорить о сюрпризах со стороны из-за океана, которые могут, да, прийти, то есть раньше следующего года или там раньше осени мы, наверное, их ждать не должны все же, да? Не думаю. Если идет речь о досрочных каких-то прекращениях полномочий того же Бернанки, то... Ну это вряд ли. Почему? Все, все, особенно после выступления, которое было там, пошли разговоры о том, что, возможно, и раньше это произойдет, ну, последний квартал там, я не знаю. А на чем основаны? Что-то он как-то неубедительно себя повел? Ну, ему не повезло то, что перед тем, как он сначала сказал о том, что будем продолжать, держать тот же курс, потом вышел блок сильной статистики, естественно, ему сложнее было защищать свою позицию перед Конгрессом, да? И, ну, то есть появились какие-то разговоры о том, что, возможно, в сентябре, в октябре произойдет смена, даже уже обсуждались кандидатуры, возможно, там, советник того же Обамы, который с ним был с начала его службы в Белом офисе, и, как говорил Сергей уже, то есть Обама поддерживает, в принципе, Бернанки, если какой-то радикальной смены, возможно, не произойдет, действительно. Если поддерживает Обама Бернанки, а зачем его раньше времени менять-то, я не понимаю. Ну, Обама сказал, что слишком долго уже человек работает, элиты должны меняться. Я устал, я ухожу, помните, да. У нас Игнатьев же тоже ушел, тоже долго работал, претензий особых не было. Но я бы сказал, что вот насчет сюрпризов, нельзя на все смотреть исключительно из призма Америки, потому что нас любят говорить про Бернанку, про Америки, но есть и другие регионы, другие страны, которые могут оказать на российский рынок, кстати, даже большее влияние конкретно в августе, чем США. Но я прежде всего говорю о Китае, потому что в Китае вот вчера вышли индексы деловой активности, и они могут показать, что Китай замедляется не только быстро, но и сверхбыстро. То есть PMI вышел ниже 50 пунктов, что означает, что Китай фактически находится на грани не 7% роста, а премьер-министр Китая говорит, что мы обязательно удержим 7%. Но если PMI ниже 50 пунктов, то это говорит уже о чем? О том, что не то что о замедрении, а сокращении принципа экономики. Это говорит о том, что возможно вот эти данные, которые мы видим, 7% роста, это в общем скорее китайская статистика, которая может недостоверно отражать ситуацию, а в реальности мы можем иметь дело с гораздо более резким замедрением в Китае, чем даже сейчас предполагается. И посредствия вот этого китайского замедления, они прежде всего важны для России, через призму цен на нефть, через товарные рынки. То есть они могут обрушить цены на металлы, они уже кстати упали достаточно сильно, но нефть пока держится. И нефть, как мы знаем, вот этот бум и рост цен на нефть в последние 10 лет, он был обязан прежде всего спроса страны Китая. Если этот фактор перестанет действовать, и кроме того действует еще новый фактор сланцевой нефти, то это грозит в общем нестабильностью и скорее всего такой понижательной ситуацией для цен на нефть. Естественно это может отронуть достаточно больно болезненно российский рынок. Вообще китайская экономика это такой черный ящик, никто тут не знает, что там до конца происходит. Да, и насколько достоверна статистика, мы знаем, что там кроме официальных банков есть огромный теневой банковский сектор. И например малый и средний бизнес он в основном кредитуется не через госбанки, а через теневые банки. И достаточно ставки непонятны, и экономика совершенно непрозрачна. Поэтому будем смотреть, что там будет происходить, и насколько может быть серьезный эффект именно для российской экономики с точки зрения цен на нефть. А что касается Европы, то там наоборот, мне кажется, вот тоже были данные по деловой активности, там наоборот позитивные сюрпризы не возникают. Потому что PMI, если в Китае ниже 50, то в Европе неожиданно оказался выше 50, что говорит о том, что уже в третьем квартале европейская экономика может выйти из формальной рецессии и перейти к росту. И этот рост, естественно, может позитивно сказаться и на капитализации европейских компаний. А на России? Я думаю, что для России все-таки Китай имеет большее значение, потому что Китай это основной торговый партнер. Раньше была Германия, сейчас Китай стал на первом месте. Кроме того, Китай гораздо больше влияет на цены на нефть и на сырье, чем влияет Европа. Ну хотя, по-тому, Европа, она тоже, в общем, пока вышла в плюс, да. Но Китай тоже может подкосить частично Европу, хотя меньше, чем Россия. Потому что, например, немецкие экспортеры очень много продают в Китае. По МВ, вот мы смотрели, порядка 20% своих объемов продают именно в Китае. То есть и другие, Сименс, и другие экспортеры тоже сильно завязаны на Китай. Но надеемся, что какой-то катастрофы все-таки в Китае не произойдет, потому что в Китае огромные золотовалютные резервы. Это больше, чем 3 триллиона долларов. Они их могут пустить на какое-то, в общем, поддержание на плаву хотя бы крупных предприятий. Но какие-то тревожные сигналы оттуда, безусловно, идут. И главное, никто не понимает до конца, что там все на самом деле происходит. Я понял. Я понял. Хотел бы, наверное... По поводу Китая. То есть, я так понимаю, основной триггер сейчас Китая. Но а если что-то и произойдет, это случится действительно в ближайшее время, может даже в августе? Ну, это уже происходит. PMI снижается четвертый по счету снижения PMI было. И, естественно, на мой взгляд, прогнозы представителей Китая о том, что рост в этом году составит 7,5% оптимистичны. Я думаю, уже никто не сомневается в том, что они будут меньше 7,5%. А все больше становится тех, кто думает, что даже самые пессимистичные прогнозы о том, что рост будет 6%, около 6%, в Китае, в принципе, начинают сбываться, если поверить тому же PMI. То есть, 7, около 8% в прошлом году, там, 9, больше 9% в позапрошлом. То есть, эти жирные годы позади, можно сказать. И, естественно, это все отразится и на России, как говорили, через нефть и через металлы. На нефть и газ особенно актуально, учитывая то, что Газпром и Роснефть, наши все, те их аппетиты по проектам, по инвестициям и так далее, все заточено на Китай, на долгосрочные поставки в Китай. Естественно, если будет существенное сокращение темпов роста, то и долгосрочные поставки, наверное, будут происходить в меньших объемах, чем планировалось. Понятно, понятно. То есть, делаем вывод такой, да, что, в принципе, сейчас, помимо того, что мы, конечно, на Штаты продолжаем смотреть и мониторить ситуацию, что там у них там с программой количественного смягчения, то сейчас все-таки... Я думаю, что Европа плюс Китай это уже больше, чем Штаты, поэтому надо смотреть вот на три регионы. На Штаты, Европу и Китай. Интересно, что в Японии обсуждают перезапуск тех закрытых атомных реакторов. То есть, это, естественно, повышенные требования к безопасности, и, возможно, придет новый процесс, который будет более толерантно смотреть на перезапуск атомных реакторов. Естественно... А в чем причина того, что вы вот в Японии такая не совсем логичная, наверное, позиция? Ну, почему нелогичная? Логичная? Вполне логичная. Ну, после все-таки атомных... То есть, на мой взгляд, вообще, когда произошла эта катастрофа, тот спад, ну, в интересах, по всему миру в интересе к атомной электроэнергетике, это было чисто временное популистическое решение, потому что логика подсказывает... Да, то, что, в принципе, это безопасная энергия и одна из самых дешевых. То есть, варианты какие у Японии? Либо импортировать дорогое СПГ из России, либо перезапускать уже имеющиеся реакторы. На мой взгляд, тут выбор очевиден, это запустить реактор. Ну, хорошо, это выбор с точки зрения правительства, да, страны, а мнение простых японцев в данном случае учитывается, и будет ли, или можно ли ждать какого-то непонимания? Ну, я думаю, что Япония все-таки пойдет на хотя бы частичное закрытие, естественно, своей ядерной атомной энергетики, потому что, естественно, общественное мнение против этого, и они боятся повторения ситуации. Вот, и в связи с этим Япония тоже, кстати, увеличивает поставки энергоресурсов, сжиженного природного газа, это может быть таким новым важным рынком сбыта, в том числе и для Газпрома, если в Китае будет какое-то, в общем, какое-то ухудшение. Потому что Япония, кстати, напомню, были парламентские выборы, Верхнюю палату, там победила партия АБА, Либерная демократическая, она победила. Да, у них теперь большинство, и... То есть, относительно, народ, кстати, поддерживает политику, в общем, правительства, которая направлена как раз на достаточно агрессивное монетарное стимулирование, и, да, дерегулирование экономики. Понятно, что теперь у правительства полный конбланш, и у него контроль и над Верхней, и над Нижней палатой, и он может проводить, в принципе, любую политику, и как раз по экономическому, прежде всего, стимулировать. Поэтому тоже вот этот важный новый фактор, и скорее, в общем, позитивный. Конкретно из Японии, тут позитивные сигналы для фондовых рынков, потому что АБА может еще больше стимулировать экономику. А, кстати, Сереж, замедление в Китае, оно Японию в какой-то степени может задеть, что называется? Или Япония настолько сама в себе, что и особенно... Ну, Япония все-таки экспортирует в основном не в Китае, они экспортируют в США или в Европу или в другие страны. Потому что с Китаем в Японии не очень хорошие отношения политические, как мы знаем. Но какой-то экспорт, безусловно, есть. Японские автомобили продаются в Китае, поэтому это тоже может затронуть, но не так сильно все-таки, как... Как ту же Европу, да, или ту же Россию. Потом Япония, она же нет-импортер сырья. Если из-за Китая попадут цены на сырье, то для Японии это даже, в общем, есть какой-то плюс в этом, да, потому что снижутся издержки для Японии. Но с точки не экспорта вот своей высокоточной продукции, это есть, конечно, и риски. Есть риски, да. Ну, интересно то, что новость буквально была сейчас, то, что в Китае начнется разработка сланцевой нефти. На мой взгляд, здесь тоже есть риск для российских компаний, хотя договоренности у нас с Роснефтью как бы на высшем уровне с государственными компаниями Китая. То есть, если кто пострадает, то, наверное, в первую очередь другие поставщики, нежели чем наши, у которых прямой выход на госкомпании. С другой стороны, вот то, что происходит вообще на рынке СПГ и ВТР, и, в принципе, в Японии и в Китае, это реально переизбыток будущего производства, на мой взгляд. Мы сейчас еще раз прервемся, извините. Итак, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Каких сюрпризов ждать в августе? Замечательный вопрос, для конца июля, по крайней мере. Актуальнейший вопрос. Именно эту тему мы сегодня обсуждаем. Говорим пока о макроэкономике, ну, о том, что вокруг России происходит. И сейчас поговорим непосредственно о событиях внутри Российской Федерации и о российском рынке акций, конечно же. Напомню, что сегодня в студии сухого остатка Григорий Бирк, аналитик Инвесткафе и Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента, управляющий компанией «Русский Стандарт». Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, вот возможные эти проблемы вокруг Китая, да, затронут наверняка Россию, Сергей абсолютно полно, да, эту картину осветил. А что касается непосредственно внутренних наших событий, какие-то триггеры все-таки есть, какие-то сюрпризы неприятные прежде всего, а может быть даже и приятные, хотя приятных мы говорим, наверное, в меньшей степени. Есть ли для России в августе, Григорий? Ну, в России речь сейчас идет, наверное, в первую очередь о снижении процентных ставок в связи со сменой руководства Центробанка. Почему в этом, на мой взгляд, есть необходимость? Это необходимо увеличить кредитование розничное, ипотечное и так далее. И, в принципе, ну... Увеличить розничное? Увеличить кредитование и тем самым стимулировать потребление и, соответственно, рост экономики. Сейчас прогнозы по росту экономики 2,4%, по-моему, процента. Ну, довольно низкие. И есть ли в этом необходимость, наверное, идут разговоры. На мой взгляд, есть, потому что все-таки потенциал для наращивания кредитных портфелей у этих же банков имеется. А не смущает тебя, что параллельно идут разговоры о том, что закредитованы, наоборот, российские потребители и риски растут этих самых кредитных портфелей у банков? Ну, вопрос в том, смотришь, смогут ли те же Сбербанк, ВТБ и другие крупнейшие кредиторы взять на себя эти дополнительные риски? На мой взгляд, смогут. Возможно, у Сергея, как представителя... Ну да, банковской структуры, русский стандарт. Сереж. Ну, вы знаете, значит, снижение ставку, во-первых, я хотел сказать. Вчера Набиулина встречалась с президентом и сказала, что основной риск стране сейчас и основная задача СБ – это борьба с инфляцией. То есть она немножко сменила риторику. Раньше мы говорили о том, что нужно как-то стимулировать экономический рост, и сейчас СБ занял позицию прежде всего борьбы с инфляцией. Поэтому я думаю, что... А почему это так? Ведь... Ну, это... Президущий глава Центрального банка, о котором вы вспоминали, да, он нормально отработал, но у него была именно такая же позиция. Прежде всего инфляция. Ну, в принципе, это позиция большинства центральных банков во всем мире. В Европе, кстати, то же самое. То есть основная задача Европейского центрального банка – как раз борьба с инфляцией, поэтому ЕЦБ не начал программу количественного смягчения, которая производится в США. А у США действительно двойной мандат. Там и на экономический рост, и борьбу с безработицей, и инфляцией тоже. Поэтому, наверное, решили, как и раньше делалось, то есть у меня экономоразвитие отвечает за экономический рост, а Центральный банк должен бороться с инфляцией. То есть развести два эти института, и каждый должен заниматься своим делом. Как раз сегодня, кстати, Минэкономразвитие представляет в правительстве программу стимулирования экономики. Потому что российская экономика – большая беда, что реально, не знаю, Григорий согласился, нет, но мы делаем реально с такфляцией. То есть не столько лицейс, столько с такфляцией. То есть высокая инфляция и практически нулевые темпы роста. Да, то есть поэтому задача как-то этой стакфляции как-то выйти с помощью каких-то очень радикальных и таких жестких мер, не только в части процентных ставок, но и с точки зрения развития инфраструктурных проектов, еще каких-то точечных инвестиций стороны государства. Потому что, в принципе, инструментарий не такой большой. Это или налоги, или ставки. То есть какого-то уникального рецепта или еще выкуп активов монетарного стимулирования по типу того, что делает ФРС. То есть инструментарий ограничен, все эти рецепты известны. Меню не такое большое, выбор ограничен. Поэтому посмотрим, что будет предложено. Насчет кредитования. Я думаю, что потенциал роста кредитования пока еще есть. Если мы посмотрим вот этот формальный показатель доли кредита к ВВП, то у России он по-прежнему не такой большой, как в других странах. Поэтому я не стал бы говорить о закредитованности. Многие и граждане, и предприятия вообще не прибегают к кредитам и живут на какие-то собственные средства. Поэтому потенциал... В основном о гражданах все-таки, наверное, говорим, если речь идет о потребительском кредитовании. Просто вопрос, что банки действительно во многом исчерпали зону такого безрискового кредитования. То есть они могут увеличить кредиты таким безопасным заемщикам, но этим заемщикам, в принципе, не нужны какие-то дополнительные средства. Поэтому банки вынуждены идти в сферу рискованного кредитования и предоставлять кредиты тем категориям клиентов, которые, в принципе, не совсем надежны. Это повышает определенные риски банковской системы. И поэтому центральный банк вышел с идеей ужесточения регулирования, увеличения требований к капиталу банков. Обсуждается база Н3 и другие вопросы. Чтобы как-то увеличить капитал банков, чтобы они стали более защищенными, если будет, не дай бог, какие-то кредитные времени. Пока ситуация более-менее стабильная и растущая. По-прежнему кредитование растет достаточно активно. Не помню точных цифр. Но порядка, по-моему, 30-30% мы имеем темп рост кредитования в этом году. Это ниже, чем в прошлом году. Но, тем не менее, в общем-то, рынок растет достаточно энергично. Безусловно. Вот, если можно, Сережа, еще два слова твоего комментария. Сравнили мы рынок потребительского кредитования России и Европы той же самой. И, как ты правильно сказал, если сухие цифры, что называется, рядом поставить, то мы еще не вышли в сравнении. Но, если о структуре этого кредитного портфеля говорить, то у нас это в основном потребительские кредиты, причем под достаточно высокие процентные ставки. А там это в основном ипотечные кредиты под ставки низкие. Причем это, естественно, долгосрочные кредиты. У нас, кстати, ипотечные кредиты тоже по высоким ставкам. То есть у нас нет такого, что ипотечные кредиты по низким ставкам. Как и везде, у нас есть ипотечные кредиты, автокредиты, есть потребительские кредиты. Ставки, естественно, по всем категориям они выше, чем в Европе, но это объясняется тем, что у нас общий уровень ставок, учетная ставка, она выше, инфляция выше, чем в Европе. Если в Европе инфляция ниже 2%, то у нас инфляция, как мы знаем, 7%, поэтому, естественно, соответствующая разница в процентных ставках. Но, с другой стороны, есть и плюс, у нас, например, ставки ниже, чем на Украине. На Украине, вот я читал буквально вчера, развивают финансовый туризм, как они говорят, то есть поддерживают россияне и кладут депозиты в украинских банках, что там ставки, по-моему, чуть ли не в 2 раза выше, чем в среднем. Насколько это логично в условиях экономических проблем страны, не совсем понятно. Это при том, что вот СНП обещает Украине дефолт в течение ближайших лет. Я вчера встречался с другом, он живет на Украине, говорит, действительно, большие проблемы с поступлением валюты, то, что валютные запасы, валютные резервы страны, они ниже, чем трехмесячный импорт, что, в общем, не очень хорошо. И приходится вводить такие меры, которые в России были в 90-х годах, это обязательно продажа валютной выручки, бюджет пополняется за счет векселей, там вексельные, в общем, обращения достаточно развиты. Поэтому, ну, страна живет еще, в общем-то, по сути, в России, как Россия в 90-х годах. Средняя проблема со средним классом, которой практически нет, сложно договориться с МВФ, потому что уже выборы в 15-м году, и там не хотят какие-то антикризисные, непопулярные решения принимать. На чем наставит МВФ, но украинское правительство этого не хочет делать, потому что выборы. Поэтому ситуация очень непростая, но, тем не менее, вот любят такие рискованные схемы, рискованные депозиты в таких странах, как Украина. Выглядит, как мышеловка, учитывая опыт Кипра, то есть, всякое может быть. Если говорить об Украине, одно из главных требований МВФ, это повышение тарифов на тот же газ. Это, наверное, ключевое... Внутри страны. Внутри страны. То есть, происходит дотация, они просто не могут, опять же, учитывая выборы, не могут повысить должным образом тарифы на газ. И здесь все, естественно, завязано опять на России, идет жесткий прессинг. Но повышать тариф они не могут, потому что выборы в 15-м году, они не хотят злить население. Говоря о тарифах и возвращаясь к России, то есть, одна из предложенных Минокоммунного развития мер стимулирования экономического роста, это улучшение инвестиционного климата, решение каких-то структурных проблем, что включает в себя снижение темпов роста тарифа. Газ и электричество, естественно, это все тоже может сказаться на фондовом рынке, на электроэнергетическом секторе. Ну, прежде всего, да. Да, и на том же Газпроме. Также были предложены какие-то меры по решению структурных проблем, связанных со вступлением с ВТО. Наверное, здесь речь идет о потреб-секторе. Я не знаю, единственная проблема, которая приходит на ум, это свинина, наверное. Ну, по крайней мере, самые заезженные проблемы. Самая заезженная свинина, и тут тоже есть ряд эмитентов, которые могут... Пострадать от этого. Ну, в том... Однако в рамках того же ВТО есть ряд мер, которые могут быть использованы для защиты отечественных производителей, которые еще, насколько я знаю, в полной мере не использованы. И, то есть, здесь все так же, не так все плохо. Неоднозначно. Неоднозначно. Вот вы заговорили о инвестиционном климате пресловутом. Кстати, я напомню, да, с чего начался наш сегодня синий эфир. Позвонил Павел и говорит, вот тут есть там такая страшилка. Я нашел такую страшную новость, что вот теперь функции, да, ФСФР и на мегарегуляторе теперь будут. Если говорить о инвест-климате и его воздействии на фондовый рынок. Вот что прежде всего? Может быть, структурные какие-то действительно задачи надо решить? Может быть, как раз передача полномочий ФСФР Центральному банку. Одна из них. Что, на ваш взгляд, надо прежде всего было бы сделать, чтобы повысить интерес российскому фондовому рынку? Стороны иностранного инвестора, наверное, да, прежде всего, Сереж? Ну, я думаю, что правительство должно прежде всего озаботиться более серьезно, не на словах, а на деле, корпоративным управлением в российских компаниях. Потому что, я думаю, что исход иностранцев был связан как с внешними причинами, но были внутренние. Внутренние, это пресловутая история. Это НКБП, это стандарт, самая последняя история. Поэтому закон о защите милитарных акционеров вроде бы есть, но не работает. Поэтому, как раз, это и задача службы по финансовому рынку, а в будущем у мегарегуляторов, чтобы он защищал, если какие-то нарушения есть, то доводил до судов нарушения прав миноритарей. Потому что формально они защищены законом, но фактически все это не работает. Это, в общем-то, важная часть инвестиционного кримина, именно защита прав миноритарей. От этого зависит интерес, безусловно, к российскому фондовому рынку, исходя из каких-то внутренних факторов. Потому что есть внешние, конечно, это Китай, Америка, Европа и все остальное. И отношение к развивающимся рынкам в целом. Да, к развивающимся рынкам. И поэтому вопросы corporate governance, корпоративного управления, одни из самых первоочеренных сегодня. И они мешают росту, безусловно, российского фондового рынка. Особенно акции второго эшелона, которые наиболее уязвимы от этих нарушений. Ну, а что касается инвест-климата, то об этом, в общем-то, уже много говорилось. Не хотелось повторяться, тут и о незадившимых судах, естественно, идет речь. И о привлечении каких-то иностранных инвесторов в прямые инвестиции иностранных инвесторов. Они формально, они вроде на хорошем уровне, но, тем не менее, крупные компании, в общем-то, иностранцев не пускают. Они только присутствуют в каких-то периферийных второстепенных компаниях. Поэтому, возможно, это не через прямой контроль, но через какие-то совместные предприятия, как это, кстати, в Китае делается, чтобы развивать определенные отношения и крупные проекты. Потому что не хватает именно крупных прямых иностранных инвестиций, чтобы это, в общем-то, развивалось и давало эффект всей экономике. Потому что проблема экономического роста, она просит вытекать из дефицита инвестиций. Инвестиций нет, поэтому экономического роста тоже нет. Это большая проблема. И государственными инвестициями не обойтись просто. Да, государственные инвестиции, наоборот, в этом году сокращаются в какой-то степени. Потому что пик государственных инвестиций был в прошлом году, когда был пик по Сочи, был саммит по Владивостоке, который финансировался. Университеты в Казани тоже, в общем, были инвестиции с этим. Все это было в прошлом году. Потом Газпром, например, сокращает инвестиционную программу. Это тоже, в общем-то, все сказывается на ситуации в экономике. А частные инвестиции, их не хватает для того, чтобы заместить спад государственных инвестиций. Поэтому нужны какие-то иностранные инвестиции, какие-то новые сферы деятельности. Не в старые, а какие-то новые. Я понял. Спасибо огромное. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. У нас осталась последняя его часть. 12 минуточек. Я напомню, мы сегодня говорим о неких сюрпризах, которые могут в ближайшее время, в ближайшем месяце августе нас с вами приятно или неприятно удивить, разочаровать или порадовать. В частности, обсуждаем рынок акций. Еще раз напомню, в студии сухого остатка Григорий Бирк, аналитик Инвесткафе, и Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента, управляющий компанией «Русский стандарт». Друзья мои, уважаемые гости, давайте уж, поскольку мы достаточно подробно поговорили о ситуации в российской экономике, вспомним также и отечественную валюту. После недавнего ее укрепления, который все относили, в частности, на налоговый период, на укрепление нефтяных котировок. Вот сейчас мы, особенно сегодня, видим резкое снижение рубля к доллару, 32,60 уже сегодня он стоил. Вот, и в спектре опять рассуждений по поводу месяца августа, по поводу месяца августа, ведь там обещали и Минфин выйдет на рынок, чтобы скупать валюту, ну и традиционно август, такой нелегкий месяц для россиян. Григорий, что ждать в ближайшее время от пары доллар-рубль, как ты ее видишь? Буду не оригинален, я на самом деле не вижу каких-то очевидных рисков, по крайней мере, для рубля. Единственное, это ближе к концу года, возможно ослабление, снижение процентной ставки, и тогда, возможно, будет некое ослабление рубля. Некое это какое? О девальвации есть смысл говорить, или она уже, в принципе, позади? К чему говорить о девальвации? Зачем пугать народ? Я не думаю, что есть какие-то риски существенной девальвации. У нас действительно более медленные темпы роста экономики, но золотовалетные резервы достаточно для того, чтобы избежать... Даже интересно, были разговоры о повторении ситуации 98-го года. Я, если честно, не понимаю, откуда они могли вообще взяться, учитывая, что ситуация в корне другая, другой уровень внешнего долга, другое соотношение краткосрочного долга, большие золотовалютные резервы и так далее. То есть риска этого нет. Если говорить о нашем всем, о той же нефти, есть ли существенный риск того, что нефть упадет до каких-то... Неприличных цифр. Да, до неприличных цифр. Я, опять же, не вижу. На мой взгляд, около 105 долларов за баррель. Это та цена, которая должна получиться у нас в среднем погоду. А с ней проблем с финансированием, обязательств по бюджету не должно быть. Поэтому я не ожидаю каких-то негативных сюрпризов. Ну и, в принципе, если пользоваться твоими аргументами, то рубль не должен уж сильно быть волатильным. Примерно на этих уровнях, которые он сейчас находится, он будет в течение оставшегося года торговаться. Сереж, твой взгляд на... Ну, я все-таки немножко более пессимистично порублю. Дело в том, что, во-первых, мы уже имели девальвацию. Может, она была не такой жесткой, но она уже имела место. Во-вторых, конечно, золотая валютная резерва – это хороший показатель. Напомню, что в 2008 году были тоже большие золотые валютные резервы. Это не спасло нас от достаточно сильной девальвации, которая была связана с падением цен на нефть. Что касается этого года, да, действительно, каких-то больших падений, может, и не будет, но мы уже обсудили тему Китая, насколько он может повлиять на цену на нефть. Безусловно, может повлиять и отрицательно. Пока вот укрепление рубля, которое было последние две недели, там, три недели, да, это, наверное, было связано с таким наразовым фактором событий в Египте. Да, когда Египте оказалась на грани гражданской войны, он контролирует Советский канал. Это 5, по-моему, процентов мировой транспортировки нефти, поэтому испугались трейдеры и подняли цену на нефть. Это повлило к укреплению рубля. Да, еще помог рублю, естественно, Бернанке, который, в общем-то, по сути, делает очень противоречивое заявление насчет сворачивания количественного смягчения. Если этого сворачивания, то оно будет, то его не будет, оно зависит от экономической ситуации, поэтому, естественно, создает определенную волатильность. Но вот сегодняшнее падение рубля, оно почему произошло? Потому что вчера вышла хорошая статистика недвижимости в Штатах, и вновь выросла доходность американских значительных облигаций. Это означает, что народ, скорее, уже верит, что все-таки будет торможение с количественным сместением, будет сокращение стимул, что приведет к укреплению доллара на глобальном фоне. И, естественно, ко всем сырьевым валютам это может произойти, в том числе и к рублю. А что касается основного показателя, который влияет на рубль, это не уровень золотовалютных резервов, это все относительно. Есть показатели платежного баланса. Вот мы посмотрели показатели за первое полугодие, что впервые за долгое время показатель сальдо по текущим операциям, который является позитивным, и его основа формирует торговый баланс, то есть разница между экспортом и импортом, но оно меньше, причем на порядок меньше, чем отток капитала. То есть почему услабеет рубль? Да, большой отток капитала. Только отток капитала превышает профицит не только по торговому счету, но и по счету по текущим операциям. Что говорит о том, что есть определенная фундаментальная диспропорция, которая имбирает против рубля. И, естественно, это даже при цене на нефть, которая, в общем-то, достаточно высока. Высоко, да. Отток капитала больше, чем профицит по платежному по текущему счету. Это факторы очень негативные для рубля. Его поддерживают в каких-то степени процентные ставки высокие, но конструкция достаточно хрупкая. Они говорят, что будет какая-то очень сильная революация, но, возможно, мы увидим, может, не в августе, но позже, все-таки, снижение рубля. Я не исключаю в уровне 34, может быть, не больше 34, но вполне оно может... Ну, 34, по крайней мере, в 2012 году мы это видели. Почему вы туда еще раз не сходите? Я думаю, что может быть, 34, даже 34. Все зависит, конечно, еще от политики ФРС, от того, кто придет на смену в Бернадке, какие будут заявления делаться. Но вот чисто фундаментально тоже нет какой-то прочной поддержки рубля, к сожалению. И золотые валютные резервы не помогут. Кстати, вот хорошую тему Сережа поднял. Пресловутый отток капитала. Действительно, мы видим, да, цифра растет, растет, не падает, как минимум. И продолжается это уже который месяц к ряду. Григорий, вот на твой взгляд, что могло бы прекратить хотя бы этот отток, если уж не повернуть его вспять, да, в другую сторону? Говоря об оттоке капитала, наверное, нельзя не вернуться опять к пресловутой инвестиционной привлекательности России. Наверное, повторюсь, но это действительно слабая предсказуемость и высокие риски инвестирования в Россию, которые связаны в первую очередь с корпоративным управлением, со слабой защитой инвесторов и с необходимостью реформировать суды. Извини, тоже банальный вопрос задам, но до 2008 года все было примерно то же самое. Корпоративное управление не на высшем уровне и политические риски наверняка такими же примерно были. Но, тем не менее, народ сюда шел с удовольствием и покупал, и мы все... Ну, это, наверное, как в притче про мальчика и волка, то есть, ну, сколько раз можно наступить на одни и те же грабли. Там не было граблей, кстати, в этой притче. Я знаю, две присказки получилось. Ну, все-таки устали инвесторы в случае высокие риски, слабая предсказуемость, если что-то происходит за рубежом, сокращают наиболее рискованные позиции, и, к сожалению, это Россия. Пока не будет действительно каких-то сделано конкретных, предпринято конкретных мер в этом вопросе, боюсь, что инвестиции в основном будут в виде сотрудничества каких-то государственных компаний с другими, с иностранными компаниями, которые в этом видят определенную защиту своих интересов в России. Хотя были опыты, которые говорили об обратном. То есть, ну, здесь тоже не совсем интересно, если говорить об опыте привлечения иностранных инвестиций, наверное, самое громкое, это Роснефть и те множество договоров, которые она заключила и привлекает иностранных инвесторов, опять же, на довольно выгодных для себя, для Роснефти условиях. А иностранцы покупают, по сути, черный ящик, возможно, с черным золотом. С черным золотом, хорошо. Хорошо. Сереж, ну, два слова еще, пожалуйста, добавь. Вот по поводу пресловутого бегства капитала, да, действительно только инвестиционный климат может что-то изменить? Ну, я думаю, что отток капитала связан с во многом законодательством о защите права собственности, потому что нет уверенности, что твоя собственность у тебя сохранится, да, и, в общем, не верит не столько. Закон вроде есть, но судебная система, она как-то не работает. Мне кажется, что очень важно именно какую-то реформу на судебную систему, чтобы она гарантировала именно права собственности. Хотя, в общем, с точки чистой экономики, ну, как бы в России можно зарабатывать. Иностранцы не случайно сюда хотят идти, потому что рентабельность в России, ну, по-прежнему высокая, то есть она превышает рентабельность, чем есть, которая есть в мире по многим отраслям. Но, тем не менее, вот и бюрократия, и неэффективное государственное управление, и судебная система, и незащищенность правособственности, они, к сожалению, приводят к достаточно большому оттоку. Ну, и потом еще есть одна тема, что, конечно, олигархи, вот, Естинской поры, они уже там стареют, и, естественно, не все могут себе... Глаз не тот уже. Ну, уже глаз не тот, они, возможно, и у всех есть наследники, да, и они, возможно, уже в большем объеме выводят деньги куда-то там на границу, готовятся на погоду. Ну, это моя вот такая версия теории Загорова, посмотрим. Ну, это тоже интересная версия. Ну, на мой взгляд, они все-таки должны вернуться, потому что умение вести бизнес в России, наверное, даром не должно пропадать, и деньги должны здесь пригодиться. Ну, и потом, да, если говорить все-таки об этой замечательной идее, которую Сергей сейчас озвучил, вывод олигархии этих денег на покой. Наверняка они не рассуждают, что эти деньги на покой. Есть наследник, значит, пусть он работает, зарабатывает, а где он это сможет сделать? Ну, а кто у нас из олигархов имеет таких официальных наследников из сыновей или дочерей? Ну, я не знаю за счет официальных, но в последнее время очень часто встретятся масса информации. Ну, по крайней мере, разговоры о том, что деньги, полученные от продажи ТНК, БП, будут хотя бы частично, но использованы для того, чтобы инвестировать в проекты у нас в России, были. Ну, если говорить о том, почему Россия привлекательна, это, наверное, относительно большое соотношение среднего класса в сравнении с другими развивающимися рынками населения. Ну, темпы роста экономики, посмотрим, какие будут. Вот, но, опять же, и, то есть, потенциал для роста здесь есть. То есть, нужны какие-то конкретные действия, видимо, да, от власти придержащих, для того, чтобы действительно все, картина несколько изменилась. Хотя, да, я с вами соглашусь, потенциал, очевидно, здесь есть. Спасибо огромное, уважаемые слушатели в студии «Сухого остатка». Сегодня Григорий Бирк, аналитик «Инвест-кафе» и Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента, управляющий компанией «Русский стандарт». Мы обсуждали ближайшие, ну, и не только ближайшие перспективы финансовых рынков, каких сюрпризов ждать в августе. В общем, живем и надеемся. Всего хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке. До свидания. До свидания.